Всем привет! Сегодня я хотела бы сделать первое видео ответа на ваши вопросы. Вопросов насобиралось много, поэтому буду постепенно в каждом видео на них отвечать. Итак, первый вопрос о поступлении на журналистику в Чехии. Люди подумали, значит, что я училась здесь на журналистике, я не училась на журналистике, я изучала здесь экологию в Чехии и политологию в Белоруссии. Я журналисткой работала и частично работаю сейчас. Я с детства мечтала писать, и просто я взяла себе когда-то, несколько лет назад, целый год, я писала и писала и писала бесплатно статьи, после чего я их рассылала по всем возможным журналам и газетам, когда она собирала себе резюме, то я стала искать себе работу как журналистка, и меня уже стали тогда брать. Вот так я пришла к журналистике. Значит, о поступлении на журналистику. Я живу в Чехии больше восьми лет, как уже вы все знаете, и я даже сейчас не чувствую в себе силы поступления на журналистику. Я этот вариант даже не рассматриваю по той причине, что журналистику изучать в Чехии возможно только на дневном обучении. Я дневное обучение не могу себе позволить, да и, наверное, в моем возрасте это уже просто как-то неправильно, потому что мне нужно работать, мне нужно двигаться дальше и заниматься планами. Уже школьная скамья, наверное, не совсем для меня, хотя это, ну, это мое мнение просто личное. Вот, и поэтому я вариант поступления на журналистику даже не рассматриваю. Но если говорить объективно, я очень с трудом могу себе представить, чтобы иностранец поступил на журналистику в Чехии. По той простой причине, что когда я открыла этот тест где-то полгода назад, из интереса я открыла тест для поступления на журналистику в Карловом университете, то я просто ужаснулась этому, потому что моего уровня чешского, я считаю, что я чешский знаю очень хорошо, не хватает для прохождения этого теста. Тест строится таким образом, что там из четырех вариантов ответа вам нужно выбрать самый правильный вариант, правильный с точки зрения лексической, грамматической и так далее. На чешском языке вот это вот распознать, это надо годами заниматься, именно с филологом, наверное, чтобы он вас научил грамотной, литературной чешской речи. То есть я обладаю разговорным языком чешским, но никак не литературным, соответственно, для меня бы это было очень тяжело. Поэтому я с трудом могу представить, как, в принципе, иностранец, который особенно здесь не живет, может поступить. Возможно, такие люди есть, я просто вообще искренне уважение, но мое мнение я с трудом себе представляю. Поэтому я бы не рекомендовала вам поступать на эту профессию, если вы где-то там год учили чешский. Во-первых, поступление само принесет вам очень большой стресс, во-вторых, вряд ли вы поступите. И, в-третьих, учиться вам будет невероятно тяжело. Что еще можно сказать о факультете? Это, по-моему, факультет социальных наук, и вот там отделение журналистики есть в Карлом университете. Это не единственный вуз в Чехии, который готовит журналистов, но конкретно здесь и бесплатно там, по-моему, 20 человек на место. И вы сами понимаете, что относительно чехов, которые будут готовиться к этому, и у которых чешский для них родной язык, то мы просто, иностранцы, проигрываем по всем параметрам. Но есть и другие вузы, есть вузы коммерческие, есть вузы в других городах Чехии, где можно учиться бесплатно. И говоря о коммерческих, журналистику можно изучать на нескольких языках, в том числе на английском. В Чехии есть университет Нью-Йорка, где за довольно большие деньги, плюс в отличие от чешского образования, вы там будете по американской методике учиться, будете учиться 4 года, в то время как в чешском вузе 3 года учиться будете. И там есть международная журналистика, вот там просто суперпередовая профессия, там возможности, конечно, открываются потрясающие. Если кому-то интересно, изучайте, университет Нью-Йорка в Праге, и там, конечно, помимо того, что экзамен на талант нужно сдавать, там нужно сдавать очень высокого уровня экзамен на английский язык. Следующий вопрос был, какую работу можно получить по польской визе? В моем понимании, я не знаю этого, я в этом нелегальном мире не варюсь, поэтому лишь мои догадки и лишь какие-то услышанные вещи где-то по польской визе можно работать только уборщицей. И то надо иметь каких-то, на мой взгляд, очень хороших знакомых, которые вас туда пристроят. Вот, потому что так, в принципе, я не представляю, где вы такую работу будете искать. Единственное, на некоторых русских сайтах я видела объявления о работах строителей, уборщиков, или раздавать рекламные брошюры, что-то такое, вот. Но вы должны понимать, что, и хотя эти работы найти можно, вы совершенно не защищены никаким образом, то есть вы по своей визе, вас работодатель в любую секунду кинет, если он вам не отдаст деньги, зарплату, вы не сделаете ничего, вы не имеете права обратиться ни к юристу, никуда, потому что вы нелегал, вы не имеете права по польской рабочей визе или какой-либо другой визе работать в Чехии. И чтобы работать в Чехии, у вас должно быть разрешение на работу в Чехии. Поэтому вы должны понимать и считаться с последствиями. Ещё вопросик. Когда я приехала в Чехию, могла ли я говорить на чешском языке? Не могла. У меня перед приездом в Чехию был репетитор три месяца. Это было всего пару десятков уроков, как я уже говорила, и мы по большому счёту разбирали только алфавит, основные какие-то правила. Я там зазубрила, конечно, споряжение, склонение, но на практике я их применить была не в состоянии. Я, приехав в Чехию, столкнулась с такой скоростью речи, которую я просто не понимала. Я не понимала, что мне говорят в Чехии. Если они говорили что-то односложное или вопрос, который я уже просто запомнила наизусть, то как-то односложно, да, нет, я им могла ответить. Если же они обращались ко мне с какими-то серьёзными вопросами, я эту ситуацию решить не могла. Первое время, например, если мне нужно было покупать в магазине товары на развес, то для меня это была катастрофа. Я старалась всеми силами избежать этого, потому что я просто-напросто не могла изъясниться, не могла толком назвать количество веса, которое мне надо. Если я называла, у меня ещё не было понимания, как произносится чешский язык. Соответственно, я говорила с ужасным русским акцентом, отчего продавцы меня, например, в магазине не понимали, начинали переспрашивать. Я от этого начинала волноваться. Одним словом, языка я не знала, когда я приехала в Чехию. Ещё вопрос поступил о ценах на жильё в Праге. Прага – город большой по европейским меркам. Это шестой или седьмой город по величине населения Европейского Союза. Поэтому здесь цены невероятно разные. Даже в маленьких городах они разные. Конечно же, тут очень разнятся цены в зависимости от того, речь идёт о центре города, об окраине, о широком центре. Тут, грубо говоря, есть три зоны. В городе есть окраины, есть широкий центр города, который кольцом находится вокруг центра города и исторический центр города. Эти цены очень разные. Но так, чтобы, может быть, немножко сориентировать. Новостройка на самой окраине, где нет метро и где, например, конечная станция автобуса или трамвая будет стоить однушечка где-то 80 тысяч долларов. Двушечка где-то 130 тысяч долларов. И трёшечка где-то от 150 тысяч долларов. Чем больше комнат вы покупаете, тем дешевле, грубо говоря, это обходится. Наверное, это во всех странах так. Потому что каждая дополнительная комната стоит гораздо меньше, нежели изначально целая квартира. Соответственно, разница между двушкой и трёшкой, вы заметили, что небольшая. Если говорить о широком центре, тут начинаются дома постройки Первой Республики. Вот мой дом такой, в котором я живу сейчас. И тут уже цены очень разные, потому что тут уже в широком центре, я живу в широком центре, появляются как дома Первой Республики, так панельные дома и дома исторические. И поэтому цены очень разные. В среднем вот в таком вот доме Первой Республики, которых в Чехии очень много, вы можете их легко узнать, если будете в Чехии. Они были первоначально такого серого цвета, просто такие квадратные дома серого цвета. Сейчас их покрасили, утеплили в разные цвета, они стали очень привлекательными. Я эти дома люблю больше всех. Я считаю, что они очень тёплые, комфортные, в них чувствуется настоящая Прага. Но многие люди, конечно, со мной не согласны. Вот, квартиры в таких домах в широком центре стоят где-то однушечка около 100 тысяч долларов, двушечка около 150 тысяч долларов и трёшечки уже значительно дороже. Вот, в исторических домах в широком центре, не знаю, где-то однушка от 150 тысяч долларов, я бы сказала. Панельные дома находятся в разных частях Праги, их иногда очень редко можно встретить даже в центре. Они встроены прямо в жилые блоки, их как бы внешне так не видно, что они панельные, но по своей структуре они панельные. Вот, панельные дома – это самое дешёвое жильё в Праге, но зачастую оно очень даже неплохое. То есть сейчас усиленно утепляется этот старый жилой фонд, усиленно приводится в порядок, заменяются лифты и так далее. На самой окраине в панельном доме квартира стоит трёшечка, где-то 120 тысяч долларов в панельном доме в плохом состоянии. Вот, чем лучше дом, тем лучше состояние. Однушечку можно иногда купить в панельном доме даже за 50 тысяч долларов. Это очень дешёвое жильё по пражским меркам, и, как правило, такая квартира будет находиться на первом этаже. И исторический центр Праги в исторических зданиях в среднем трёхкомнатная квартира будет стоить от 300 тысяч долларов. И если это какие-то совершенно такие потрясающие виды, например, с видом на пражский град, то такие квартиры могут стоить и миллион долларов. Можно их купить, конечно, там за 500 тысяч долларов, но часто это будут миллионы. Это уже совсем, конечно, жильё класса люкс. Ну, вот это ориентировочные цены, но они бывают разные, опять-таки, эти цены. Те, что я назвала, это в среднем. Но, конечно же, можно искать варианты и можно их находить, потому что у меня были знакомые, которые умудрялись в историческом центре покупать себе квартиры за 150 тысяч долларов. В то время как никто этого найти не может, иногда людям надо срочно уехать, и они продают по любой цене. То есть я назвала средние рыночные цены. Спрашивали меня также про чешских блогеров. Я, наверное, когда-то сделала ещё отдельное видео про чешских блогеров, которых я смотрю. Но если вам интересно учить язык и посмотреть, чем живут чешские блогеры, я очень сильно люблю. Я оставлю все ссылочки внизу. У блогера Павлина17. Это чешская девушка. Она, по-моему, инструктор каких-то танцев. Я смотрю её ещё недавно, но толком не знаю. Живёт она где-то за Прагой, и она очень приятная. Она делает обзоры на косметику, немножко влоги о своих танцах, о соревнованиях, в которых она участвует. Она такая очень интересная, очень позитивная. Просто человек, от которого исходит свет. Я её обожаю, хотя я новый подписчик у неё. Я её очень сильно люблю и думаю, что она многим понравится. Просто позитивнейший человек на свете и очень приятный, с хорошим вкусом. Косметику она хорошую рекомендует. Мне часто нравится её мнение. Интересная, забавная, грамотная. Просто мне нравится. Ещё одна чешская блогерка – это Сими Лайв. Девушка, которая ведёт канал о здоровом образе жизни, она начала практически в одно время со мной. И она очень потрясающая, очень просто добрая. И у неё такой, конечно, во многом уникальный канал. Потому что канал о здоровом образе жизни. Она показывает, как она делает зарядку, как можно использовать, не знаю, кокосовое масло многими способами и прочее. Иногда показывает какую-то одежду и небольшие рецензии на косметику. Ещё один интересный блог – это Живот под Лилу. Это, вообще-то, по-моему, изначально была блогерка. И она не так давно, наверное, год назад начала делать также влоги. Её блог очень популярный в Чехии. И, по-моему, даже выиграл несколько наград. Она визажист и ведёт канал о косметике. Он будет, безусловно, очень интересен тем, кто живёт в Чехии. Потому что она все актуальные скидки, какие в Чехии проходят, в каких магазинах рассказывает, какие продукты стоит попробовать косметические, какие нет. Она показывает, как грамотно делать макияж и прочее. Очень интересный человек, очень грамотная речь. Очень приятно её слушать. Она мама двоих детей и очень занятой человек. Поэтому у неё немножечко видео такие тяп-ляп. Но при этом у неё такая бесконечная харизма, что даже, по большому счёту, всё равно, что у неё там не оформлен канал. Вообще просто от неё исходит удивительная энергетика. И четвёртый канал, который я могу порекомендовать, это Мама Лайфстайл. Канал, по большому счёту, должен был первоначально быть посвящён мамочкам. Но сейчас это, по-моему, не так. По крайней мере, какие-то обновления для мам стали появляться только в последнее время. Потому что блогер забеременела сейчас вторым ребёнком. А так она, по большому счёту, ведёт такие влоги о своих поездках в Вену, в отпуск в Испанию и так далее. И рассказывает о косметике, о каких-то новостях. И вот в последнее время она ведёт дневник также для мам. Вот это я уже не смотрю, потому что для меня это не актуально пока. Но какие-то многие её видео я смотрю. Тоже очень приятный, позитивный человечек. Дальше поступил вопрос, на каком языке я написала мою книгу. Я написала её на русском языке. Потому что я не владею на сегодняшний день литературным чешским языком. Мне писать тяжело. Я веду частично свой блог на чешском языке. И вот это на этом, пока мой уровень заканчивается выше, я уже пока не дотягиваю. Но я над этим работаю. И надеюсь, со временем я смогу всё-таки писать на чешском языке. И всё, наверное, что я об этом вопросу могу сказать. Моя книга на русском языке. Дальше мне спрашивали про мыльные оперы на чешском языке, которые я нахваливала в своём видео о чешском языке, по которым я учила. Мыльные оперы. И, наверное, есть где-то онлайн. Я не пыталась их смотреть. Их можно брать на чешском торренте и сайте улож-то. Но на улож-то система не очень удобная для скачки. Там довольно тяжело искать. Не зная чешского языка, тяжеловато разобраться. Но в то же время, если вы готовы смотреть мыльные оперы на чешском языке, или любые другие сериалы там всё это есть, то, наверное, вы сможете там разобраться. Там просто на вот этом сайте улож-то залиты не сериалами целыми, а отдельными сериями. То есть вам придётся каждую серию отдельно искать и выкачивать. Но если цель стоит выучить язык, то надо, конечно, стараться. На чешском торренте всё это есть. И там без приглашения просто можно регистрироваться. И последний вопрос, который мы на сегодня разберём, это возможно ли учиться в чешских вузах по сокращённой программе, если вы уже учились на родине. То есть по большому счёту, как я понимаю этот вопрос, речь идёт о продолжении образования здесь. Да, это возможно. Вы приезжаете сюда, у вас закончено, например, два курса, даже один курс, неважно. Вы приходите в вуз, и вам, если подтверждают все ваши предметы, или хотя бы какую-то часть, то вы запросто можете начинать учёбу со второго курса, или с третьего, какая там получится соответствие по чешской программе. Иногда людям приходится учиться на одном и том же курсе второй раз. Не знаю таких людей, которые закончили, например, три курса на родине, приезжали сюда, их отправляли заново, например, на третий, а иногда даже на второй курс. То есть мы с трёх курсов засчитывали только один из-за разности в программе. То есть вам посмотрят просто, какие предметы вы изучали, и сколько часов вы эти предметы изучали, от этого будут отталкиваться. Это если говорить о незаконченном высшем образовании, незаконченном на разных уровнях. Если говорить о законченном, например, бакалавриате и желании продолжать обучение на магистратуре в Чехии, то также это устроено. Вы приходите, вам нужно подтвердить свой диплом бакалавра, и тогда вы на основании этого бакалавриата можете поступать на магистра. То же самое доктора наук касается. Если вы имеете с родины диплом магистра, то вы здесь его подтверждаете. И можете поступать на доктора наук. То есть ответом на вопрос является, да, вы можете продолжать на разных этапах, на разных ступенях. И даже если у вас совсем мало экзаменов сдано, если вы на первом курсе, например, бросили вуз на родине и хотите продолжать здесь обучение, то вас, конечно, не переведут сразу на второй курс, но вам засчитают все эти экзамены, которые совпадают по программе, и вам не придётся тогда их пересдавать. Но сами понимаете, что профессия должна быть родственной, потому что если предметы совершенно разные, например, я когда здесь поступала на экологию в Беларуси, как я уже сказала, я учила политологию, то я и хотела бы засчитать какие-то предметы, но мне ничего не могли засчитать, потому что программа была настолько разная, у нас ни одного вообще предмета не совпало. Поэтому так получилось, что, по-моему, только основы экономики совпали, но и то я решила пойти их сдавать. Там экзамен как-то не очень сложный был в Чехии. Ну, вот, в общем так. Дерзайте, всё это решаемо. Люди решают это, просто всё зависит от вашего желания. Если у вас есть действительно желание побегать, иногда переписка с вузом может длиться год, пока вам признают ваше образование на том уровне, на котором вы хотите. Но, тем не менее, всё это достижимо, всё это рассматривается, и в конце концов могут отправить вас пересдавать парочку экзаменов, вы таким образом менёте лишний курс в институте. Вот и всё. Спасибо за внимание. Если вам это видео понравилось, ставим пальцы вверх, потому что это будет для меня сигналом, что нужно продолжать отвечать на ваши вопросы. Если вам это интересно, дайте мне, пожалуйста, знать. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал. И пока-пока.